Первый вопрос. Сидел Азербайджан, Грузию и Армению. Как бы вы могли прокомментировать его турне по Южному Кавказу? Может ли этот визит запустить новый виток эскалации напряженности между Баку и Риваном, особенно на фоне вчерашнего высказывания Пашиняна о угрозе начала войны с Азербайджаном? Вы знаете, это очередное проявление попытки затянуть Республики Южного Кавказа в зону евроатлантического влияния. Они предпринимаются и натовцами, и странами-членами индивидуально давно и систематично. Недавний визит натовского чиновника такого уровня подтверждает то, что эта активность на этом направлении, она возросла, возросла кратно. В чем проблема, в чем суть? А суть в том, что проблем вроде как стало меньше на Южном Кавказе, а кого на Западе это может удовлетворить? Кому на Западе это может понравиться? Западникам не дает покоя сам факт наличия взаимодействия этих государств и друг с другом, которая начинала уже выстраиваться в русле приближения к мирным договоренностям. Западников не устраивает сам факт общения этих государств с Россией равноправного, взаимоуважительного и нацеленного на глобальный мир в регионе. Отсюда непрекращающиеся попытки НАТО и прикнувшего к ней Евросоюза стимулировать разрыв отношений государства региона и друг с другом, и с Москвой, обострить обстановку по периметру наших южных рубежей. Конечно, есть и задача максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион. Те договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога по-настоящему к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов. Я хотел бы напомнить, что на последнем НАТОвском саммите в июле 2023 года в Вильнюсе вновь была подтверждена принятая в 2008 году формула о том, что Грузия станет членом Альянса. Активно идет навязывание Тбилиси и коалиционных стандартов с целью установления контроля над секторами обороны и безопасности этой бывшей Советской Республики. В последнее время заметно активизировались западные эмиссары на армянском направлении. В частности, они проталкивают программу «Индивидуально адаптированное партнерство Армения-НАТО». Их усилия направлены на дискредитацию связи Еревана с Москвой, в идеале на полное сворачивание наших контактов. Они, западники, этого вообще не скрывают. Теперь пытаются вбить в Клин наши партнерские отношения с Баку. То есть у них широкий фронт целей и задач. И очевидно, что НАТО не заинтересован, я имею в виду, как блок стабильности, безопасности на Южном Кавказе. В чем Вашингтон и его стеллиты реально поднаторели, это в насаждении в странах региона антироссийского нарратива, при внесении хаоса, напряженности, ну то, что они действительно умеют и любят делать. Вмешать своего блока в региональные дела приведет лишь к дестабилизации без того непростой ситуации. И усилия таких, так называемых, помощников вряд ли отвечают интересам живущих на Южном Кавказе народов. Второй вопрос. Вчера СМИ сообщили, что карты российской платежной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Как бы Вы могли прокомментировать такое решение? Да, мы видели это сообщение и видели соответствующие разъяснения армянской стороны. Это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомство профильное и в целом правительство. Продолжение следует...